Несмотря на сложные эпидемиологические условия, аграрий Верхневолжья успешно выполнили комплекс весеннеполевых работ. Об этом сообщили во время заседания регионального правительства. По итогам ярового сева в Тверской области в этом году посевные площади увеличены на 1500 гектаров. Также регион занял первое место среди субъектов Центрального федерального округа по посеву льна Долгунца. О других итогах весенней сельхозкомпании в сюжете нашего корреспондента Натальи Чекет. В прошлом году системные меры государственной поддержки федерального и регионального уровня и инвестиционные проекты обеспечили Верхневолжью устойчивую динамику производства сельскохозяйственной продукции. Темпы роста увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составили более 7%. Основной вклад в достижение положительных результатов дало традиционное растеневодство, где рост превысил 33%. В частности, значительно увеличились объемы производства зерна, картофеля и льно-волокна. В структуре посевных площадей 2020 года наибольший удельный вес занимают кормовые культуры – порядка 380 тысяч гектар. Зерновые и зерновывовые культуры – 73 тысячи гектар. Картофель и овощи, лен и другие технические культуры – 16 и 6 тысяч гектар соответственно. Среди традиционных культур ярового сева Тверской области площади по основным культурам в этом году увеличены по сравнению с прошлым годом. Мы прибавили по зерновым и зерновывовым культурам до 62 тысяч гектар, по льну – до 5,8 тысяч гектар. В текущем году прогнозируется сохранение этих тенденций. Губернатор Игорь Рудени заявил, что сельское хозяйство и пищевая промышленность имеют хороший потенциал для дальнейшего развития. Также в этом году внимание уделено обновлению сельскохозяйственной техники. Видим увеличение обеспеченности энерговооруженности на 1 гектар. Это приобретение новой техники, тракторов, современных средств обработки почвы, новые комбайны закупаются. Считаем, что динамика положительная сформирована. Ну и теперь, конечно, по каждому конкретному направлению смотрим за эффективностью. Помимо ввода земель в оборот и развития традиционных для региона культур, особого внимания требует подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Молодежь сегодня, выезжая на практику, меняет свое мнение о том, что сельское хозяйство наше, оно достаточно респектабельная отрасль, в которой можно жить и работать. Сельское хозяйство за последние годы, оно существенно изменилось. И там вы уже не видите в большей части таких отсталых технологий. Сегодня самые крупные наши комплексы, наши агрохолдинги, наши передовые хозяйства, они демонстрируют, естественно, особые условия труда в хорошем смысле. Также на заседании губернатор поручил профильным министерствам доработать региональную программу развития льноводства, акцентировав внимание на показателях не только производства, но и переработки льноволокна.